мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветание не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветание явить избрание здравствуйте дорогие друзья здравствуйте миллионеры мультимиллионеры миллиардеры и просто преуспевающие приумножающие процветающие сыны божьи я приветствую себя всех курсантов нашего замечательного проекта меч соломона ты правильно сделал что сюда пришел я верю что это будет потрясающее восхитительное и конечно же наделяющие путешествие я сегодня в этом вводном уроке мой дорогой хочу сказать тебе некоторые вещи о нашем курсе и о богатстве во первых хочу сказать что весь этот курс это своеобразный пост процветания у нас знаете у нас были разные посты пост благодарения пост исцеления пост чудес у нас был раз разные виды такие на эти целенаправленных погружения в разные темы в разные откровения и этот курс весь сколько он будет идти я хочу чтобы ты настроился что это будет такой пост процветания преуспевания пост управления для этого тебе нужно ты можешь сказать что такое пост пост это отказ от чего-то для того чтобы сконцентрироваться на конкретных вещах на конкретных целях также пост это как написано иисус сын божий он знаете сказал такую потрясающую вещь горит пост это для того чтобы голова была помазана ты же когда постишься помашь голову твою конечно фарисеи и прочие религиозные там братья они воспринимали это указание но его этот намек как помазать голову там маслом этифе физически да но я сегодня это говорю в контексте откровения небесного позаботиться о том чтобы помазание она не оскудивала как елей на твоей голове а наоборот умножалось чтобы ты знаешь как девиз сына божьего самый главный дух господа бога на мне ощутить это что помазание реально проявилась на твоем разуме вот смысл и помазание друзья мои в этом посте процветания она будет специальное на управление на преуспевание на процветание на приумножение мы каждый день будет еще тема отдельно специально за помазание когда я люблю эту тему вообще когда вы будете принимать это наш как пчелка мед ну на себе носит вот так вы будете принимать помазание поэтому это у нас во первых пост процветания второе весь этот курс это будет созерцательное путешествие что это означает я буду оперировать разными образами в буквальном смысле слова тебе придется ну или как будет предложено побыть в роли эдакого соломона который прошел путь от ничего не знающего малого в своих глазах до такого величия которым слагают легенды и даже снимают фильмы конечно не не до того момента где он обзавелся кучей женщин это мы до этого в этой роли я надеюсь никто из вас не захочет себя себя видеть вот но вы знаете что созерцательное путешествие я употребил этот термин потому что на у нас будет если так можно сказать много всяких пророческих вливаний действий вот некоторые из них вы уже начали делать например вы положили да я вижу чат мы говорили о пророческом действий таком как хождение по золоту по деньгам и я уже вижу от одного от этого я предложил беру ну возьмите просто походите как вот по золоту деньги под ноги до под ноги и говорю послушайте свои ощущения и масса свидетельств что люди переживали удивительные духовные проявления расширения прямо излил излияния там радость бурную когда понимали что деньги они под ногами сына божьего и дальше будут также пророческие действия у нас будут праздники у нас будут блоки такие до специальные когда я буду говорить делайте это или это я надеюсь что все вы будете это делать особенно те кто записался как делать или скажу сразу о своей ответственности друзья мои я очень заинтересован в вашем успехе вот я буду высвобождать помазание каждый урок и я всегда связываю помазание с процесс с преуспеванием у меня есть целая тема да так и очевидный успех помазание очевидно успех потому что как павел лучше учил своего ученика говорит возгревай в себе дарование чтобы успех был твой для всех что очевиден и конечно же помазание оно будет высвобождаться я буду его транслировать чтобы вы были успешны но конечно же друзья мы это помазание оно будет вас подталкивать будет вас побуждать к радикальным и смелым вещам поступкам на к новым мыслям к ревности по новым проектам идеям знаете я даже не хочу никого вводить в заблуждение относительно того что если мы сейчас будем ходить все время ногами по купюрам то вдруг что-то начнется невообразимое ведь пророческое действие друзья мы это знамение когда вы ходите по деньгам это это цель этого действия это немножко измен изменить подход что-то понять то есть мозги должны перестроиться и как результат любого пророческого действия евангелия знамение проявляется то есть вы походили по деньгам и даже многие отмечали что в этот момент пришли какие-то деньги какие-то идеи начали приходить это не метод друзья мы это не метод добывания денег мы не будем теперь топтаться по купюрам чтобы на нас посыпались ну финансы это всего лишь пророческий акт призваны чтобы у тебя сработало что-то в голове и ты увидел знамение то есть как мы это и видели и когда ты видишь знамение знамение направлено на ободрение идти вперед вау работает значит и следующее будет работать и следующее будет работать поэтому я призываю когда что-то буду говорить делать друзья мои надо это делать и это будет весело это будет торжественно теперь я хочу немножко обратить внимание на соломона я буду о нем говорить еще в дальнейших уроках много практически мы будем ну если так можно сказать учиться у соломона да мы будем многому учиться у него и кто-то скажет ну шо нам соломон мы сейчас учимся у сына божьего мы учимся у духа святого но друзья мои то что делал соломон инспирировано духом божьим премудростью соломон это не просто какая-то фигура у которой было много денег соломон это была личность которую помазал мудростью сам отец для того чтобы ипостась одна из ипостасей сына божьего явилась на нем как прообраз воплощение в наше время что это означает соломон искал мудрости и друзья мои это мудрость на него сошла и это была неземная мудрость все чему мы будем от него учиться это мудрость небесная там написано что это отец дал ему обширный разум и много мы еще будем говорить и я в найти как хочу призвать вас что когда мы будем у него учиться когда мы будем использовать его мышление для того чтобы продвигаться в каких-то вопросах процветания чтобы вы понимали что это не просто совет от человека у которого было много золота это совет от чего это это нахождение в общении в совете с человеком на котором была мудрость внимание сына божьего не просто соломона а сына божьего кто-то говорит помните как мы верим здесь больше соломона конечно больше соломона почему потому что этот это тот кто дал соломону мудрость стоит здесь и сейчас вот что имел ввиду иисус но это не значит друзья мои что иисус этой фразой хотел превознестись например над соломоном сказать я мудрее его нет это именно потому что сын божий дал ему эту мудрость он поделился он наделил его своими мозгами и это нас во многом друзья мои делает схожими с позиции соломона и самого иисуса также поэтому внимательно относитесь я буду напоминать постоянно что соломон это человек который был помазан небесной мудростью все что он делал это небесная мудрость это найти как рефреном красный золотой нитью через все повествование соломоне говорится дал господь мудрость и несколько раз в этой всей истории повторяется что мозги у него были от бога что это небесное что это ум обширный также я хочу ввести такой термин он у нас теперь будет я знаю что его применяют уже да но это очень хороший термин он называется так нейродизайн это означает найти вот как мы говорим нейронные связи твердыни в голове нейроны и когда мы говорим об обновлении разума это такой как в компьютере апгрейд это обновление это называется вот что на ты занимаешься дизайном своего мозга там перестраивается все красиво кристально под влиянием и это видно у соломона его мозг знаете вот сопоставлялся таким образом ну как сравнивался песок на берегу морском вы знаете а почему не песок пустыня например потому что пустыня это безводное место а весь песок на берегу морском формируется под влиянием океана могущественной силы воды и это очень красиво знаете там смывается смывается все следы но вы можете сами фантазировать и созерцать мы будем это делать и под влиянием могущественного прилива и отлива духа божьего будет формироваться твой нейродизайн просто головной мозг он изменится за это время во имя иисуса и мы будем прямо даже созерцать как меняется наш головной мозг под влиянием мудрости могучий мудрости нашего отца скажи со мной мой нейродизайн моего мозга он меняется уже прямо с этого момента аллилуйя и так друзья мои соломон почему соломон сейчас мы я чуть-чуть скажу за соломона и скажу вам друзья мои что первый наш блок он будет как и у соломона первый блок тем он будет как и в жизни соломона начинаться с полного обнуления и вхождение друзья мои в это общение и в премудрость и божью да как у соломона был этот период я его называю так головон ночь соломона что было соломон воцарился и у него был момент когда он искал этой премудрости он искал как он в молитве потом говорил что я хочу правильно судить суди друзья мои это не суд уголовный судить это управлять то он взыскал правление дословный перевод современный бог ему говорит за то что ты взыскал не душ врагов там а мудрости чтобы править вот судить это править и мы в первом блоке тем будем переживать вот этот гаваон и вы как помните гаваон он там состоял из нескольких вещей первое соломон пришел принести жертву второе соломон имел разговор ночью с отцом 3 он получил обещание премудрость четвертое он проснулся и сделал пир и вот в конце этого блока называемого гаваон мы тоже сделаем пир мы сделаем праздник мы будем отмечать свой новый нейро дизайн свой свой свое новое на но мышление я хочу забегая вперед сказать друзья мои что соломон пережил встречу с богом как мы называем нам не нужно переживать встречу с богом но нам нужно принять божью мудрость на свою жизнь точно как и соломона как у соломона это произошло у нас ум христов нам отец сюда мы хотим сегодня чтоб это проявилось в нашей голове физически реально перескать вот о чем говорится обновление ума у соломона она произошло знаете в новом завете когда мы вступаем нашу царскую позицию мы ее познаем павел настаивает на обновлении ума это то что произошло с соломоном у него обновился разум и этот вот первый блок который я называю гаваон это не встреча с богом да потому что нам не надо с ним встречаться мы не расставались это скорее встреча с обновлением божьей премудростью конкретно на своей голове во имя правления во имя процветания а мы и конечно мы это отметим дело соломон еще не сделал ни единого ни единого поступка ни единого суда ни единого шага по процветанию но после после вот этого переживания ночного в гаваоне он сделал праздник написано он принес мирную жертву мирная жертва если кто-то не знает это такая жертва которую ты значит берешь жертву зовешь друзей до приносишь ее перед господом молишься разделяешь и празднуешь с ними то есть ты в конце этого сможешь что мы сделаем мы сделаем хорошую вечеринку ты позовешь каких-то друзей возможно да возможно со своим светильником и сделайте хору хороший такой праздник покушаете помолитесь там упьете святым духом то есть все сделайте для того чтобы порадоваться своему новому на вот этому нейродизайну новому мозгу что либо смотрите чему радовался соломон ведь еще ничего не произошло кроме вот этого ночного переживания но это это было все то что будет вложено в этом блоке гаваон как я называю гаваон ночь соломона достойно того чтобы праздновать ты узнаешь многие вещи узнаешь почему несмотря что ты возможно там неудачник неверный что ты бездельник что ты там все что только можно сказать на себя в твоей практичной жизни не денег там ничего не получал возможно либо получалось но не так как ты хотел либо мало то есть ты узнаешь почему отец он хочет тебя на сильно расширить ты узнаешь почему у тебя все будет хорошо и многие многие вещи и вот это и есть твое обновление и потом после этого праздника мы уже двинемся в практических вещах ты конкретно будешь предпринимать шаги и я верю что за это время за вот этот блок который называется гаваон ты цель его какая чтобы ты пережил вот это обновление за это время ты будешь принимать от отца идеи проекты какие-то направления ну как минимум как минимум мой друг у тебя появится смелость двигаться в этом потому что соломон после этой ночного после этого ночного переживания двигался очень решительно запомните мои друзья это последнее вот я вступление да скажу запомните мои друзья что самое главное в любом деле что касается вот преуспевания нужно настроиться очень радикально настроиться очень радикально это касается вообще всего до служения бизнеса потому что вот мал по малу вот эти вот знаете какие-то крадучесть это ну не не пойдет апостолы молились помните дай нам со всей смелостью говорить слово твоего тебе может быть нужно вот в это время говорить богу как и соломон изливать свое сердце сказать отец вообще я честно я настолько не не по теме зарабатывания там преуспевания там еще вот прямо говорить как соломон это делал признавать обнуляться говорить что ну мне мне страшно даже говорить такие вещи что мне страшно изливать свое сердце и взамен получать что-то что будет высвобождать транслировать в тебя за это время отец и так друзья я вот это сказал вступительную часть у нас сейчас я объявляю начинается блок тем блок откровений вот это созерцательное путешествие начинается с этого блока который называется гава он ночь соломона смотрите дорогие друзья соломон это образ для нас вообще весь ветхий завет написано что это образы для нас в чем же соломон образ для нас я буду говорить об этом позже но самое главное что ты должен сегодня усвоить что соломон это сын великого царя второе соломон это сын давида по вот этому странному совпадению иисус это тоже сын давида вообще между соломоном и иисусом масса совпадений соломон унаследовал знаете иисус говорит да на мне всякая власть то есть все перешло все что все приготовленное отцом перешло в руки соломона в этом очень огромная схожесть не просто схожесть даже а прообраз это является прообразом царство мирно я все это буду еще говорить но самое главное ты должен знать что соломон это прообраз мирного преуспевающего могущественного царства в котором одержана уже есть полная победа и обеспечение на все и также соломон называется премудростью на он он как и сын божий иисус он это премудрость божья соломон это премудрость я знаете даже скажу что соломон это как будто бы внутренность давида то есть давид хотел проявить свою внутренность желание там построить храм кстати иисус этот тоже вот смотрите да он говорит я создам церковь мою это это та личность которая созидает последний храм да и много-много таких совпадений мы еще они будем упоминать но все что давид мечтал воплощалась соломоне он мечтал храм он мечтал чтобы израиль был целостным он мечтал чтобы уже успокоиться от всех врагов то есть все мечты давида отца сбылись в сыне воплотились в сыне все самое лучшее все самое лучшее и это очень похоже на нас это очень похоже на сына божьего нам дано великое наследие и все что нам нужно это не рубашится за это наследие не завоевывать его а научиться этим править соломон когда сел на престол он прекрасно понимал что сидящая на престоле попа это не то же самое что сидящий на престоле мозг сознание и поэтому он сказал буквально попа на престоле по природе то я на престоле но в сознании нет боже помоги мне это знаете очень на нас похоже также и поэтому мы будем учиться у соломона он прошел этот путь он получил мудрость прямо с неба и хочу сказать это премудрость не такая как у религиозных людей которые мудры но у них почему-то все после смерти нет соломон применил свою мудрость небесную мудрость и показал это как ему отец сказал не будет не дать не было ни до тебя не после тебя такого как ты и в этом тоже схожесть с сыном божьим аллилуйя можешь сказать несколько слов просто скажи я сын своего отца я наследник у меня царство великое и я учусь править халлилуйя и вот я хочу несколько фраз соломона сегодня сказать и показать зачем тебе нужны вообще деньги вот просто сам себе скажи зачем мне нужны деньги возможно у тебя даже и нет еще до сих пор ответа на этот вопрос и не бойся себе сказать иногда правду да может можно сказать что я просто хочу хорошо жить я не знаю зачем еще нужны деньги я просто хочу роскошно жить я просто хочу добротно жить возможно у тебя и цели больше никакой нету это не стыдно потому что в процессе этого курса я думаю у тебя цель появится достойная хорошая цель под которую отец конечно же будет направлять и открывать тебе великие ресурсы халлилюя и так соломон говорит в притче 17 главе 16 стихе не помогут глупцу никакие деньги еще более буквально перевод какой прок глупцу от денег в руке не купишь за них мудрости коли разума нет вот такая вот представляете что соломон у которого было много денег много премудрости он считал что глупцу деньги в руки давать нельзя нельзя он просто горит никакой пользы никакого прока и объясняет почему друзья мои я верю что вы настроились учиться у соломона вы знаете я хочу еще также сказать что мы обязательно в этом в этот период я не могу об этом не сказать в этот период гаваон ночь соломона мы будем не просто переживать обновление разума мы будем еще что-то для этого делать вот соломон ради этого например принес жертву я сегодня хочу сказать что мы тоже будем это делать я буду призывать это делать и хочу сразу сказать кто-то может подумать что он начинается да не друзья мои я свою жертву принес потому что я собираюсь в этом курсе также и отец мне сказал что ты проучишься сам в этом курсе я также тебя подниму финансовом вопросе и я хочу чтобы у вас это произошло ради того чтобы это со мной происходило сегодня я отдаю этот курс не делаю его платным да и это мне чего-то стоит то есть также я призываю тебя свою очередь при сделать прямо жертву чтобы какую жертву друзья мы вы должны понимать что мы не живем ветхом завете и нам не нужна жертва чтобы нас слышали но сегодня я хочу сказать что когда ты слушаешь соломона он говорит что есть что-то что помогает приобрести мудрость ты когда от чего-то отказываешься твой разум открывается в надежде на что-то другое иными словами понимаете о чем идет речь твой твое твое сознание открывается для новых вещей это было показано отец это одобрил и также апостол павел об этом учит мы не будем сегодня к этому прибегать но я хочу сказать что если ты почувствуешь побуждение вот на протяжении вот этого голова на ночи соломона сделать из даяния вот этой славы из своей царской позиции как это сделал соломон и сделай это конечно я хочу сказать что самое правильное направление твоих финансов это здесь но для того чтобы тебя не искушал сатана если ты ну лати как не у тебя не приходило искушение думать что-то плохое если вдруг тебе кажется что с тебя здесь что-то хотят поиметь направь свои финансы туда куда ты считаешь нужным но обязательно сделай это сделай это в освобождении славы сделай это ну как знаете мы называем это там даянием жертвой как угодно это называем но обязательно это сделай и давайте возвращаться к тому что говорит соломон смотрите он говорит к чему деньги в руках глупца на приобретение мудрости у него нету разума смысл друзья мои глупец человек которого сознание не на не сформировано для управления это человек это личность которая деньги хочет только тратить глупец это человек который ему нужны деньги просто чтобы их тратить это глупец не управлением не умножением даже этих поступивших денег он заниматься не будет у нас будет целая там прямо тема за умножение я буду говорить что это за природа вообще такая когда в руки сына божьего что-то попадает он все умножается у глупца ничего не умножается поэтому и соломон говорит никакого смысла давать ему нет то есть он будет только тратить он будет только тратить пользы с этой с этой с этого вот владения имения никакого не будет это говорит соломон у которого было много мудрости много денег и поэтому первое что нужно друзья мои отец хочет сегодня как я уже сказал изменить мозги вложить туда вот эту способность правления и умножения у большинства людей друзья мы никакой способности умножать что-то в своих руках вообще нет они не могут умножать мы будем говорить за это не помазание которое на им дано не вот это возгревать божий дар о котором говорит павел тимофеев никогда деньги попадают у них руки они тоже не могут ничего множить все как сквозь дырки как вот дырявый кошелек уходит и тратят и тратят и тратят просто тратят и спросить зачем деньги он говорит ну как зачем куплю то куплю это и снова буду без денег поэтому по не павел грибу соломон он говорит такую фразу он говорит не заботься о том чтобы нажить богатство о чем надо заботиться заботиться о том чтобы нажить мудрость для чего тогда деньги которые будут направлены в твои руки они будут умножаться нам сейчас самое главное друзья мои в нашем формировании в нашем нейродизайне словить вот эту картину где деньги умножаются в руках где финансы источники потоки они как как ты ими играешь в руках я специально сейчас рисую эти образы чтобы у тебя было не просто как будто вот как мы сейчас еще многие свидетельство пришли деньги на карточку то деньги на карточку пришли это хорошо хорошо бы иметь источник в руках как мы говорим не миллион долларов и миллион возможностей потому что из миллиона возможностей придут миллионы финансов и сегодня друзья мои нужно обзавестись способностью ума умножаться способностью ума править этим всем и соломон он говорит не заботься заботься только об этом потому что глупцу представляете божья мудрость в устах соломона она говорит послушай глупцу деньги давать бесполезно он приста что ты можешь думать почему мне нету денег оказывается вот представь что есть закон такой закон вселенной глупцу деньги не давать сказать а я знаю глупцов у которых есть деньги ну и ты можешь убедиться в этой премудрости что все глупцы у которых есть деньги ты посмотришь на их жизнь и думаешь никакого толку никакого ну зато они красиво живут а в этом нет толку никакого толка это говорит вам мудрый роскошный соломон смотрите дальше мы будем избавляться от нашего дикого желания иметь нажить деньги нажить нажить бабки мы будем избавляться от этого желания и будем возгревать себе страсть к управлению к обладанию не к имению а к обладанию мы будем вот на протяжении два курса мы будем воспламенять в себе это эту страсть эту божью страсть к управлению к обладанию помните как павел говорит мы ничего не имеем но всем обладаем то есть всем всем управляем все контролируем хорошем смысле и лучший способ друзьям и избавляться от этого как я уже сказал это отпустить деньги в правильном направлении вот с этого мы и начнем избавляйся от этой страсти наживать богатство возьми начни с того что ты просто высвободи эти деньги и славы как я уже сказал это лучшее место куда ты можешь это сделать но если тебе что-то мерещится или кажется высвободи в то место куда ты считаешь нужным и вот с этого с чего начал соломон начнет и смотрите соломон говорит не заботя о том чтобы нажить богатство остав такие мысли и теперь слушай теперь я приступаю к нашей небесной позиции устремишь глаза твои на него и его уже нет вот лучший способ избавиться от денег это начать думать как разбогатеть запомни лучший способ не иметь денег это заморочиться о том как иметь деньги вот если у тебя есть морока такая в голове вот как бы сделать так чтобы денег было много вот поэтому у тебя их и нет вот соломон тебя мудро говорит потому что устремишь глаза на них написано устремишь глаза и вот его уже нет потому что оно сделает себе крылья как орел улетит к небу теперь я хочу вот соломон знаете он тоже созерцатель он употребляет этот образ говорит смотри бабки вообще деньги да богатство оно способно летать и летает оно не как воробей чуть-чуть пролетело и снова село оно уже если улетит то уже к самому небу и будет там парить как орел и ты будешь смотреть 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 оно все не садится орел вообще не садится на землю он сядет где-нибудь на скале короче ну и вот представляете все это с человеком происходит просто потому что он начинает морочиться за иметь деньги вот это ловушка это капкан это сегодня урок номер один хочешь денег не смотри на них пристально пусть они где-то вот так вот сбоку будут мне нравится один царство ему небесное миллиардер вот возможно вы слышали о нем это березовский был такой да российский бизнесмен он прямо так я когда-то читал его книгу и он говорит такие вещи он говорит я никогда не думаю про денежные цели лоб в лоб он говорит тут мне например надо 300 тысяч долларов на этой неделе хорошая до цифра такая и говорит я ее просто пишу где-нибудь вот так вот на ежедневнике даже не глядя 300 тысяч никогда не смотрю я думаю откуда он это знает откуда он это знает представляете я не знаю читал ли он соломона я думаю читал потому что он еврей он вырос в этом но он говорит я никогда не думал вот мне надо 300 тысяч долларов я думаю триста ты все триста тысяч нарисовал и так говорит в течение недели иногда гляну на них и отвора так вот боковым зрением на деньги всегда надо боковым зрением поэтому и употребляется слово приложится как только оно оно знаете бессильное оно бескрылое пока ты на него не посмотришь как только ты начинаешь на него смотреть он говорит крылья появляются огромные ты наделяешь его силой к движению она от тебя уходит поэтому я скажу всем знаешь если ты сегодня рисуешь себе пачку долларов и вешаешь на стену ты глупо делаешь вот точно у тебя деньги не появится а шо тогда надо делать нарисуй там мозги и смотри на них вот тогда все будет хорошо я когда-то так и сделал пост прямо такой в интернете я гришу если от визуализации пачки долларов появляются доллары может тогда лучше визуализировать хорошие мозги хороший нейро дизайн и тогда глядишь и деньги приложатся деньги они только прилагаем огромные крылья у него вырастают от твоего пристального взгляда не смотри на деньги понял откровение номер один не смотри теперь откровение номер два деньги улетают сделав себе крылья куда на небо вау ты уже понимаешь чему я клоню да деньги улетают на небо от кого от того кто живет на земле земной житель он всегда пристально смотрит на деньги в основном девяносто девять и девять десятых людей думают как разжиться и поэтому большая часть мира живет за гранью бедности почему потому что они смотрят на деньги а деньги парят в небе они улетают на небо небо это место управления небо над всем праве и деньги улетают все вместо управления друзья мои кто-то может сказать неужели на небесах нужны деньги друзья мои я вам больше скажу деньги они живут на небесах деньги богатство живет на небесах сейчас вам это покажу очень легко и и дело даже не в золотых улицах намного в больших вещах послушайте когда ты сидишь на престоле вот реально позиция твоя престольная управленческая небесная всех кто смотрят на деньги и все от кого они улетают они улетают туда где соглашаются сидеть на престоле и править деньги все летят к престолу поэтому если твоя позиция сегодня престольная небесная как вы думаете сидящий на престоле думает про деньги или нет он вообще не думает он знает что они есть и все и это вот самое главное земное мышление где деньги небесное мышление все деньги летят ко мне конечно они у меня здесь это их дом деньги живут там где есть управление кто-то может сказать ну если деньги летят на небо почему нечестивых у нечестивых так много денег они что-то поняли об управлении опять мы возвращаемся к мудрости соломоновой разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство у нас есть наследство хранящееся где на небесах но сегодня простой раб который не знает вообще ни отца ничего просто потому что он разумно управляет как мы говорим что соломону дан был разум ведь он не был сыном божьим он был рабом ну тогда еще не ну не не было такого вообще что бог это отец да то есть у него давид был отец но сегодня цари земные политики какие-то бизнесмены проявляющиеся проявляющая страсть к управлению они сегодня угодны реально небу по закону вселенной по закону небесному леждущий править зам того не подозревая как бы уподобивается сыну божиему вот это хорошее слово уподобляется это либо там войны устраивают он не уподобляется Сыну Божьему. А он уподобляется Сыну Божьему в моменте, именно в сегменте правления. И имеет свой успех. Он не думает о деньгах, но деньги к нему прилипают. И у таких людей иногда вот в этом сегменте даже поучиться можно. И вот, друзья, внимание, деньги улетают в небо. Скажи, деньги улетают в небо, а я сижу как раз здесь, на небесах. Поэтому все деньги, они приходят ко мне. Не потому, что я на них смотрю, а потому, что я в правильном месте нахожусь. Как бы не было тебе тяжело, вот как бы не казалось, какая-то декорация у тебя в жизни продолжается много лет, что денег нет. Это все направлено лишь для того, чтобы деньги ушли еще дальше. Потому что, когда их как бы нету, ты начинаешь на них смотреть с жадностью. И ты растишь крылья орлины, они вообще никогда не приземлятся на твою жизнь. Поэтому тебе надо оторвать свои глаза от денег и начать, как мы уже вот эти годы учились, наслаждаться своей небесной позицией. И сказать, знаешь, как Соломон, мы потом будем учиться, молиться, как Соломон. Он говорит, да, я на престоле, у меня нет ничего, кроме того, что я сын. Знаете, вот написано, он первую свою молитву произносил, он сказал, я отрок. Господи, я отрок. Кто такой отрок? Послание Иоанна нам говорит, пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Все, что знал Соломон, когда воссел на престоле, что он просто сын своего отца. Но этого, друзья мои, плюс желание править, а не владеть этими бабками. знаете, он, когда сел на престол, я вам скажу, что у него были деньги, но он предпочел вести себя, как будто у него их нет. Он говорит, нет у меня ничего, мне нужен разум. Вот это называется имеющий, будь как не имеющий. Есть люди, у которых нету, и они нищают, а есть, у меня есть, но я сейчас буду концентрироваться не на этом. Я не хочу, чтобы у меня позиция была земная и деньги сделали себе крылья. Нет. Денег действительно есть крылья, но пусть эти крылья делают им другие, кто хочет впиться в них глазами. От них они будут улетать. Вот поэтому и написано, деньги не счастливы, куда? В руки праведных. Праведный сидит на престоле. Праведный это сидящий на престоле. Итак, Соломон говорит, не заботиться, чтобы иметь богатство. Посмотришь на деньги, и их уже нет. Итак, забота это созерцание денег. Поэтому мы их поместили под ноги. Ребята, под ноги. Не перед глазами, как все люди, а под ноги. Под ноги это мы не смотрим. Не смотрим. Вот это я вам просто, знаете, нашу подготовку теперь вот показываю как воплощение. И теперь я хочу сказать, деньги хранятся на небесах. Здесь на небесах. У нас. Если мы на небесах, деньги хранятся здесь. Знаете, религия говорит, зачем Богу деньги? Но все деньги мои, говорит Господь. Я вам хочу зачитать одну вещь. Возможно, вы не обращали на это внимание. Но сегодня вы прозреете. Откровение, пятая глава. Иоанн говорит, одиннадцатый стих. И я видел и слышал голос многих ангелов, где вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тысячи тысяч, тьмы тем, короче, миллионы. И вот все эти существа духовные, они кричали громким голосом, достоин агнец заклон и принять силу и богатство. И дальше написано премудрость и крепость и честь и славу и благословение. Знаете, мы иногда так далеко зашли, что думаем, зачем мне благословение? Я уже благословен. А вот написано благословенный агнец принимает благословение, имеющему приложиться. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание здесь на слово богатство. Друзья мои, сидящие на престоле, сидящие на престоле, достоин принять богатство. Вот главная мысль, которую я хочу как бы вырезать из всего вот этого и показать вам, что оказывается Божий Сын, вечно живущий, воскреший, прошедший смерть и все эти вещи. Он достоин принять что? Богатство. Богатство, друзья мои, это то, о чем говорится. Бог в Ветхом Завете говорит, все деньги мои, а теперь Сын мой достоин принять богатство. Но это Сын, друзья мои, сидящий на престоле. Также написано, что Он достоин принять, что тут премудрость. Подожди, так Он же и есть премудрость Божия. Правильно, имеющему приложиться. Если ты премудрый, то тебе прилагается. Если ты тупой, тоже умножается. Поэтому сегодня важно сказать, я сын своего отца, но я занял в своем сознании позицию, которая мне досталась. Это престол. я теперь смотрю на деньги только как на прилагаемое. И вот это слово достоин. Почему Он достоин? Потому что Он сидит на престоле. Этого удостоил Его Отец. Он сознательно, знаете, Он шел к этому, Он взял это, Он воссел. И вот Он достоин, друзья мои, принять богатство. Теперь скажи со мной эту фразу. Сидящий на престоле, управление достоин принять богатство. Итак, с чего мы начали? К чему сокровище в руках глупца? А закончили достоин сидящий на престоле управления принимать богатство. Запомни, мой друг, достоин сидящий на престоле управления. Если тебя сегодня, друзья мои, я хочу сказать, не страшно признаться в собственной глупости. Это обнуление. Соломон это сделал. Не страшно, не страшно, друзья мои, сказать о себе, что сегодня я не понимаю, почему мои деньги ведут себя как орел в небе. Потому что к чему сокровище в руках глупца? Признаться в этом дефиците мудрости, осознанной мудрости, я не имею ввиду, когда мы говорим, у меня ум Христов, конечно, ум Христов, но я хочу, чтобы это проявилось как у Соломона, о котором сказано, ну, как вот о Сыне Божьем, достоин сидящий на престоле, достоин принять богатство. Итак, мои друзья, мы не наживаем богатство, мы не заботимся, чтобы нажить богатство, потому что мы занимаем позицию престола, что богатство, оно есть и достоин ему принять тот, кто принимает на себя роль управляющего, управленца. Мне нравится вообще эта тема, друзья мои, такая потрясающая истина, что достоин сидящий на престоле принять богатство. Все, что мне нужно, знаете, вот это небесное достоинство восседания на престоле управления. Я сегодня, если мы говорим, что престол это разум, я хочу, чтобы мой разум был местом управления, местом правления. Мы будем дальше говорить, что с Соломоном произошло, на самом деле, мы просто вот эту абстрактную фразу, что он стал мудрым, что у него песок, как песок на берегу морском разум стал, мы ее разберем. Что же с ним все-таки произошло, из-за чего деньги появились? Я думаю, вам это очень-очень понравится. И это то, что будет происходить с тобой. Итак, друзья мои, подводя итог. Гаваон. Соломон решил, практически взыскал этого достоинства, не просто, чтобы попа сидела на престоле, а достоинства управления. Он знал, что за этим последует все, и Бог это подтвердил. Он говорит, за то, что ты не просил денег, не устремил туда свои глаза. Видите, Соломон знал, о чем говорил. Будет тебе и то, и это, и вот это, и все, 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 что ты захочешь такого, как ты, больше не будет. Уподобил его Сыну Божьему. И, конечно, когда мы уже забегая вперед, знаем, как Соломон разбогател, у него престол был такой, которого не было ни у кого. В этом он тоже уподобился Сыну Божьему. Там написано, представьте, друзья, написано, что у него был такой престол, у него был, там описание его есть, там ступеньки, там все в золоте, такое богатство, что когда мы читаем книгу Откровений, и вот все это великолепие престола, да, и в этом есть схожесть, потрясающе. Вот управление, друзья мои, вот этот престол управления, специально Бог, как будто бы Отец, он привлекает твое внимание, говорит, смотри, великолепие это управление, все великолепие принадлежит достойно там, где есть управление, глупцам ничего не будет. ничего. Итак, сегодня, друзья, я хочу, знаете, с вами вместе начать вот этот блок Гаваон, мы сейчас помолимся, я хочу, чтобы мы помолились, и одну, одну фразу из молитвы Соломона в эту, в эту ночь, да, он сказал, я отрок малый, не знаю ни входа, ни выхода своего. Вот эта фраза, я не знаю, я отрок, я не знаю, это означает, вот как я сказал, я ничего не знаю, вообще, что делать, но знаю одно, я отрок, написано, отроки, вы познали отца, все, что я знаю, я сын, твой отец, я твой сын, закрой сейчас свои глаза, классно, друзья мои, просто, помазание такое, отец не упрекает тебя ни за что, послушай эту трансляцию, я сейчас буду высвобождать в тебя. Отец ни за что тебя не упрекает, но он хочет, чтобы ты обнулился сейчас, он как будто бы просто хочет тебя ввести в этот, вот, начать заново, о чистый лист, чтобы ты сказал, я о процветании, отец, о правлении, если что-то и знаю, то совсем немного, я знаю только одно, я твой сын, прямо скажи сейчас, я знаю одно, я твой сын, я твой сын, и я знаю, что я призван пребывать в том, что принадлежит тебе, речь только в избрании, я знаю, что ты хочешь меня сделать успешным, я знаю, что ты хочешь показать на мне знамение преуспевания, я знаю это, я знаю это, я знаю это, и я соглашаюсь, и я соглашаюсь, я знаю, что я твой сын, я знаю, что ты изменишь полностью структуру моего сознания, оно будет преумножающим, оно будет преуспевающим, оно будет процветающим, оно будет широким, как песок на берегу моря, мой нейродизайн, изменится полностью, под могущественным влиянием твоего духа, я принимаю сейчас это, я принимаю сейчас это, я высвобождаю сейчас на тебя это помазание, высвобождаю на тебя это помазание сейчас, я сейчас вижу такой образ, как отец, он берет за руку тебя и вводит в этот гаваон, в этот период, где он будет говорить с тобой, меня, твое сознание, будет побуждать тебя давать славы, будет побуждать тебя принимать от него откровения на твое дальнейшее шествие, уже в этом периоде у тебя появятся мысли, проекты, идеи, которые тебе нужно будет записывать, потому что в течение курса, будь сейчас в этом состоянии, потому что в течение курса еще могут приходить множество идей, множество проектов, множество мыслей, как можно расширить свое владычество и управление. Отец, я благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя, что я твой сын, благодарю тебя, что я посажен, благодарю тебя, что ты собираешься расширить меня, что ты вводишь меня В это размышление В этот дух откровения В этот дух откровения Я знаю, Отец, что из этого периода Я выйду совершенно новым Я выйду с дерзновением Я выйду с новым взглядом С новым мышлением С новой премудростью Я знаю, что я не буду Всматриваться в деньги Деньги всегда будут иметь крылья Чтобы лететь ко мне Потому что я посажен Ты позаботился об этом Ты позаботился Понаслаждайся сейчас этой мыслью, мой друг Ты отрок, который знает только одно Что ты посажен Ты познал Отца У тебя есть Отец Ты наследник Как сказано, что если ты сын, то и наследник Важнее всего понимать себя сыном Тогда наследие, оно неизбежно будет явлено Как избрание на твоей жизни Как печать избрания Халлилуйя Помазание твое, отец Помазание твое Помазание твое Спасибо тебе Благодарю тебя Благодарю тебя Мой друг Мой друг, очень важно Я хочу в заключение сказать Что очень важно Вот эта фраза О которой о Соломоне сказано Прежде чем он все это делал Он возлюбил Господа Друзья мои Мы здесь не для того На этом курсе Чтобы взять и разжечь Какую-то алчность К золоту К деньгам Нет Мы сегодня Друзья мои Для того здесь Чтобы обнаружить Эту любовь Божью Которая позволяет нам Управлять Вот эта любовь И написано Возлюбил Соломон Господа Именно поэтому Он до него дошло Что это все управление Что это все царство Сегодня более всего В этом курсе Вот с этого момента Еще более Начни прилагать свое мышление Своё сердце В благодарение Отцу За его любовь Ты начнешь расширяться Ты начнешь это чувствовать И управление Неизбежно Начнет проявляться Халлилюя Ну что ж дорогие друзья Начинаем Нашу гаваонскую эпопею Начинаем Нашу ночь Соломона Сейчас будут несколько тем Я буду сопровождать их Определенными подсказками Наставлениями И делайте все По-настоящему Это созерцательное Пророческое путешествие Направленное Чтобы воплотить Твоё преуспевание Фактически Видимо Прям физически В твоей жизни Ну что ж До следующего урока Будем считать Что мы хорошо стартанули Давайте драгоценные В следующем уроке Встречаемся И я буду говорить о том Почему отец хочет Чтобы несмотря на все твои Там падения Неверности Разные вещи Которые возможно Ты видел Промахи Проколы Дыры в карманах Ты будешь подниматься У этого есть мощное основание До встречи В следующем уроке Мы нищие И многих обогащаем Это наша власть Мы нищие Мы себя называем Не потому что У нас ничего нет А потому что Мы сделали дистанцию Мы отрешились Мы сказали Да это все ерунда Управление номер один Ты поставлен на управление Поставлен как сын На которому поставили печать На лбу Раздавать хлеб жизни Это сын Который не говорит Дай мне козленка Сын Который раздает этих козлят Назначает урочное Служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов Мне нужно миллион возможностей Процветание Не здесь Процветание Здесь Я хочу чтобы ты знал Единственная цель у отца В твоем процветании Я ведь избрание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok